Двухэтажный дом на улице Северной в селе Манилы начали возводить летом прошлого года. Тогда успели заложить фундамент и поставить каркас. Теперь монтируют стены. До начала зимы подрядчик должен приступить к внутренней отделке. Работа идет по графику, хотя отдаленность Пенжинского района сказывается на темпе строительства. Здесь нельзя ничто в этом селе купить из того, что необходимо на сей момент. Все это надо привезти на пароходе издалека. Мы поставляли это все из Владивостока. С Владивостока наши подрядчики комплектовали с Хабаровска, с Москвы и с других регионов нашей страны. Проект дома разрабатывали с учетом того, что село находится в зоне вечной мерзлоты. Также здесь есть вероятность землетрясений села до 6 баллов. Зимой в Манилах дуют сильные ветра. Снега немного, но стоят крепкие морозы. Поэтому здание сейсмостойкое, стоит на сваях и будет обшито 30-сантиметровым слоем утеплителя. Комплектация дома под ключ так называемая. Это и водонагреватели, и электрические плиты. То есть комфортное жилье в трех комнатных квартирах лоджия и балкон на обе стороны будет выходить. Планировка очень комфортная. Раздельный санузел с ванной соответственно. Мы наблюдаем за процессом строительства, вмешиваемся на всех этапах отслеживаем подрядчика, чтобы исключить вот эти недоделки. Сейчас в Манилах 6 многоквартирных зданий, которые необходимо расселить. Из аварийных помещений в новостройку переедут 12 семей. В порядке очереди. Подрядчик обязан сдать объект в эксплуатацию в декабре. Кроме того, к началу зимы должны достроить 8-квартирный дом в селе Аянка на севере Пенжинского района. Всего же в Корягском округе в этом году планируют заселить 6 новых жилых зданий, возведенных на средства из краевого бюджета. Залина Корбанова, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка».